Несколько лет назад забайкальцы услышали новый термин «альткотельная». Воображение сразу как будто рисуется картина о том, как в регионе то и дело начинают возводить один новый объект за другим. Однако это не так. Альткотельная, если простыми словами, это новый метод расчета тарифов на тепло, который предлагается использовать в некоторых российских регионах. Строить настоящие котельные никто не собирается. Цена на тепло рассчитывается так. За основу берется стоимость строительства потенциального источника тепла, подключения к нему потребителей и дальнейшего обслуживания. На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе. Особенно подчеркнем, дороже которого продавать тепло нельзя, а вот ниже предельного уровня можно. В этом случае между ресурсоснабжающей организацией и властью оговаривается и прописывается специальный понижающий коэффициент. При методе «альткотельной» производители должны продавать тепло по единой цене. Если затраты каким-то образом получаются выше, у производителей тепла всего два хода. Либо они повышают свою продуктивность, либо покидают рынок игроков. Распоряжение об отнесении Читы к ценовой зоне теплоснабжения в феврале этого года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это говорит о том, что начало как бы положено. По крайней мере, правительство Забайкальского края пестует за то, что Чита вот-вот перешагнет порог альтернативной котельной. И все бы ничего, вот только поставщиком станет ТГК-14. И этим все сказано. Напомним, 2016 год. Тариф на теплоснабжение для предпринимателей и иных лиц вдруг неожиданно вырастает сразу на 35%. Решение о росте тарифа отменяет Федеральная антимонопольная служба, считая его незаконным. А через два года специалисты РСТ утверждают тарифы на услуги теплоснабжения в Чите, Борзинском и Приоргунском районах края для бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов вновь выше экономически обоснованного. ТГК-14 уже давно перегибает палку и не одну, а глава региона Александр Осипов словно держит зеленый коридор монополисту. Возможность перевода края на метод альткотельных Осипов с руководством ТГК-14 обсудил еще в 22-м году. А годом ранее идею поддержал теперь уже экс-министр ЖКХ. Вопрос этот поднимался представителями ПАО ТГК-14. То есть, эту методику поддерживает Минстроя и Минэнерго. Мы сейчас находимся в диалоге и с РСТ, и с ТГК-14. То есть, в принципе, осматриваются эти финансовые модели. Министерство ЖКХ энергетики и социации связи относится к этому положительно. Но, как бы, есть определенные нюансы, которые надо предусмотреть. То есть, главное тут, чтобы на потребителей не легла очень большая нагрузка по увеличению тарифов. Напомним, примером перехода на альткотельную является Ульяновск, который отнесен к так называемой ценовой зоне. Как однажды отметил депутат Госдумы Алексей Куриный, предварительные расчеты говорят о росте тарифов для 80% населения Ульяновской области. Те котельные, у которых выше, они вроде замораживаются и ждут, пока она не достигнет в течение нескольких лет этого уровня. Те, которые ниже, они начинают в ускоренном порядке до этого уровня подбираться. А есть еще один пример, построенный несколько лет назад котельной в Шилке. Тариф там вырос в два раза. Тогда теперь уже тоже экс-руководитель региональной службы по тарифам Забайкальского края Евгения Батуева не смогла объяснить случившееся, отметив лишь то, что строительство обязательно должно окупиться. Вы на два вопроса не отвечаете. Почему поделось в два раза? С 0,22 и на 0,4. Вот единственный вопрос, который интересует все. Ответите на один вопрос. Стояло некорректно в ответе администрации. Что в городе произошло? Какого, что в два раза подняли? Я еще раз вам говорю. Значит, в ответе администрации стояла некорректная жилая площадь по домам. Опять, наверное, были даны не все дома. Или дома были даны некорректными площадями. Что может быть не объективно? А это вообще больной вопрос. Та же Батуева с руководителя РСТ шагнула вверх по карьерной лестнице, став в свое время министром ЖКХ, но не проработав и года. Уволилась якобы по собственному желанию. В памяти тех же СМИ. Она осталась чиновницей, которая когда-то всеми силами пыталась переубедить бизнес-омбудсмена России Бориса Титова не проверять законность тарифов ТГК-14. Это неудивительно. Она несколько лет стояла у руля региональной службы по тарифам и ценообразованию. Что касается Альткотельной, председатель Совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев заверяет, все это в первую очередь в интересах потребителей. Для них при ограниченном уровне платежей будет повышено качество теплоснабжения. Инвестиции дадут возможность кратно увеличить объемы замены и строительства тепловых сетей, как итог потери и повреждаемость сетей якобы снизится. А те же сроки отключения горячей воды летом сократятся. В течение 15 лет ТГК-14 планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения Читы более 15 миллиардов рублей. Между тем, как рассказал Читару, заслуженный работник единой энергетической системы России Анатолий Старостин, риск увеличения тарифов есть, поскольку устанавливать их будет не региональная власть, а сами энергетики. В Забайкале существует перекрестное субсидирование. Тарифы на тепло для юридических и физических лиц разные. Для населения и других потребителей тариф ниже, для бюджетных учреждений и бизнеса выше. Разницу ресурсникам компенсируют из краевого бюджета, потому как тариф утверждает РСТ. Что будет теперь непонятно и страшно за МСП? В памяти всплывает, например, бизнесмен Константин Логинов, и сети на него ТГК-14 уже расставляли, повысили цену за тепло. Цена выросла практически в два раза. Что посчитал, что даже с увеличением тарифа не могло такого быть. Поскольку ежемесячно мне ТГК-14 направляло акты выполненных работ, я обратил внимание, что количество отпускаемого мне тепла увеличилось в два раза. То есть не только тариф, а отпускаемое тепло. Чего фактически, конечно, не могло быть. То есть в два раза теплее у меня не могло стать помещение. Значит, проверил ход температур среднемесячных, ничего не изменилось. Казалось, что даже зима 22-23 года была теплее. Вопрос, откуда взялась цифра? Этот вопрос он задавал в суде. К слову, в сети ресурсника-монополиста мужчина тогда не попал. Перерасчет ему вернули через судебных приставов. В случае с альткотельной вопросу у того же старости на есть и к ответственности ресурсоснабжающей организации. Например, ТГК-14 могут просто продать. И что тогда? Как поведет себя новый собственник? И есть ли гарантии на случай ЧС в экономике? Сомнений много. А пока ясно одно. В большинстве из 34 населенных пунктов России, где появилась альткотельная, Рост тарифа произошел огромный.